приветствую вас дорогие мои подписчицы сегодня я приобрела новый журнал по вязанию к этому журналу в подарок прилагаются две пары спиц пластмассовые и очень легенькие а также игла для сшивания изделия и два матка пряжи белая и бежевая спицы действительно невероятно легенькие номер 4 а также они обработаны специальным покрытием для облегчения вязания теперь давайте рассмотрим пряжу один моток прилагается обычной пряжи белого цвета второй моток бежевая пряжа с пушистой нитью именно эту пряжу я решила использовать для вязания шапочки с ушками для куклы блайс вес этого мотка 25 грамм и метраж 40 метров сама пряжа очень мягенькая и приятная на ощупь спицы я буду использовать номер 4 именно те которые прилагались к журналу вместе с пряжей для начала вязания на спицы набираю 40 петель на спицы набрано 45 петель теперь достаем одну из спиц и начинаем провязывать первый ряд завязываю на узел кусочек нити оставшиеся от набора петель с основной нитью для вязания после чего я скручиваю этих две нити между собой и провязываю их вместе первую петлю и все последующие петли ряда я буду провязывать лицевыми петлями субтитры делал DimaTorzok последнюю петлю ряда провязываю изнаночной петлей вот так у нас растягивается вязание теперь переворачиваем спицу и продолжаем вязать второй ряд второй ряд как и все последующие будем начинать с того что первую петлю переснимаем остальные петли провязываем лицевыми петлями и последнюю петлю провязываем изнаночной петлей для того чтобы вы лучше могли сориентироваться при вязание давайте посмотрим сколько у нас получилось сантиметров наше полотно в не растянутом виде примерно 22 23 сантиметра и так мы провязали полотно давайте проверим еще раз ширину это 24 сантиметра в не растянутом виде и высоту у нас должно получится 11 сантиметров теперь мы можем перейти к закрытию петель провязываем 2 вместе лицевой переснимаем петлю обратно и опять провязываем 2 вместе лицевой и так продолжаем до конца ряда до конца ряда мы закрыли все петли и теперь последнюю оставшуюся петлю нам нужно переснять крючком берем крючок втеваем его в петлю и при этом вытаскиваем спицу теперь складываем наше полотно вдвое и начинаем его сшивать я буду сшивать крючком вы же можете сшить просто обычной иглой зависимости от того как вам будет удобнее окраина так ну так вот 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 у вас должен получиться вот такой цилиндр теперь мы берем ножницы и отрезаем нить для того чтобы закрепить вязание протягиваем отрезанную нить через петлю и затягиваем ее теперь протягиваем эту же нить через несколько соседних петель для того чтобы закрепить нить еще лучше берем ножницы и отрезаем оставшуюся нить вот что у нас должно получиться теперь складываем наш цилиндр вдвое таким образом чтобы шов который мы сделали находился посередине вот это наш шов теперь точно также нам необходимо сшить шапочку сверху я как обычно буду использовать крючок вы же можете использовать иглу для этого я вдеваю крючок в петлю протягиваю через нее пряжу завязываем нить на узел просовываем крючок между петлями перекручиваем две нити и начинаем сшивать вверх шапочки а а у нас должно получиться два шва вертикальный и горизонтальный